Ещё раз, всем добрый вечер. После вашей речи, восхитительно наблюдать за тем, сколько науки содержит в себе священный Коран. Но большинство примеров из Корана, которые вы привели, их было трудно понять, прежде чем их обнаружила и объяснила наука. Например, вы сказали, что в мёде есть исцеление для людей, как упомянуто в Коране. И вы сказали, что если человек отравится ядом какого-то растения, следует принять мёд этого растения, чтобы исцелиться. Я хочу сказать, какой смысл существования научных вещей в божественных писаниях, если мы можем понять их только после того, как их откроет наука. Так что можете ли вы привести мне научные примеры из Корана, которые будут доказаны наукой в будущем? Брат задал очень хороший вопрос. Он сказал, что я упомянул много научных вещей из Корана, косвенно говоря, что всё это уже было обнаружено ранее. И если Коран говорит что-то, что мы узнаём после того, как это обнаружит наука, тогда в чём польза? И можете ли вы сообщить мне что-то, что наука ещё не подтвердила и не обнаружила? Брат, это причина, по которой арабы были продвинуты в области астрономии. Почему? Потому что они прочитали Коран. В Коране много информации об астрономии. Поэтому, когда они читали Коран, они пытались провести больше исследований, провести больше расследований. Именно так они узнавали. Коран несёт в себя краткие сообщения. Это только в научных книгах по одному предмету, к примеру, в медицине требуется несколько томов. Поэтому, если бы Коран содержал всё это, даже этот Коран большинство людей не любят читать. И они говорят, какая большая книга. Поэтому, если бы всемогущий Аллах не спослал Коран в деталях, то не хватит даже большого здания, но потребуются тысячи зданий, чтобы содержать в себе всю информацию Корана. Коран — это краткое телеграфное сообщение. Поэтому многие мусульмане, прочитав краткие сообщения Корана, совершили прогресс в науке. По этой причине, если вы вернётесь в историю, вы найдёте, что мусульмане продвинулись в науке и технологиях. Ладно, забудь о прошлом. Что насчёт сегодня? Всё, что я упомянул, было обнаружено раньше. И многое из этого открыли мусульмане. И некоторые открыли не мусульмане, а некоторые европейцы. Что насчёт вещей, которые наука ещё не обнаружила? Хорошо. Сначала я расскажу тебе о вещах, которые наука ещё не обнаружила. Но есть большие шансы. Что упомянул Коран, я верю в это. Например, Коран говорит в 42-й суре Шура, в 29-м аяте, что среди его знамений создание небес и земли, а также тех живых существ, которых он расселил на них. Поэтому Коран говорит, что есть живые существа помимо этой земли. Сегодняшняя наука ещё не доказала, что существует жизнь помимо этой земли. Но учёные говорят, что есть высокие шансы, что есть жизнь помимо этой земли. И поэтому они посылают ракеты и космические корабли на Луну и Марс. Коран говорит, что есть жизнь, кроме этой планеты, и я верю в это. Наука может открыть это завтра, через пять лет, через десять лет, спустя сто лет. Но я верю в это, потому что так говорит Коран. Сегодня существует множество гипотез, как наступит конец света. Некоторые говорят, что Солнце станет большим, и миру придёт конец. Или горы упадут вниз, или они рассыпятся, или переполнится океан, или появится чёрная дыра. Есть много гипотез. Некоторые из этих гипотез, не все, они совпадают с Кораном. Коран говорит в 75-й суре Хиема, в 8-м и 9-м аяте, что Солнце и Луна сойдутся, то есть объединятся. И Солнце будет тьмой. И это говорит 81-я суре Такуир. Когда Солнце будет свёрнуто, то есть потеряет своё сияние. Когда падут звёзды, когда горы будут сдвинуты с мест. И это упоминается в 82-й суре Имфитар, в 1-м, 2-м и 3-м аяте. Там говорится, когда небо расколется, когда тела небесные осыплются, когда моря переполнятся и смешаются. Это похоже на многие гипотезы, но когда Коран говорит это, я верю. И также в Коране говорится в 21-й суре Амбия, в 104-м аяте. Мы воссоздадим творения, подобно тому, как начали творить их в первый раз. Наука ещё не обнаружила это. Коран говорит о жизни после смерти. Наука ещё не узнала об этом. Коран говорит о рае и аде. Наука ещё не узнала об этом. Коран говорит о джинах. Сегодня психология говорит, что это сверхъестественное. Коран говорит, что некоторых людей касается джины. Коран говорит, что первый человек на земле был адом Мирьему. Наука ещё не доказала это. Но есть большая вероятность, что она подтвердит это. Возможно, ты скажешь, брат Закер, у тебя была хорошая лекция о научных фактах и технологиях, которые доказала наука на 100%. Но ты веришь в жизнь после смерти? Ты веришь в джинов? Ты веришь в рай и ад? Ты ведь врач, а это не научно. Я скажу, нет, брат, это логично. Я верю, что это научно. Предположим, что 80% упомянутого фактора в Коране оказалось на 100% правдой. Я говорю про астрономию, геологию, круговорот воды, океанологию, ботанику, биологию, зоологию. Таким образом, гипотетически, 80% того, что упоминается в Коране, было доказано на достоверность на 100%, а оставшиеся 20% неоднозначные. Может, правда, а может, нет. И нет даже 1% из этих 20% неоднозначного, неверность которого была доказана. Нет ни одного аята Корана, ложность которого можно доказать с помощью установленной науки. Поэтому моя логика говорит, когда 80% на 100% правильно, а остальные 20% неоднозначно. И нет даже 1% из этих 20% неверного. Поэтому моя логика говорит, что даже те 20% иншааллах окажутся правдой. Если не сегодня, то завтра, или через 50, или через 100, или через тысячи лет. Аллах знает лучше. Они докажут, что есть жизнь после смерти. И они докажут, что есть джинны. И они докажут, что есть рай и ад. И так далее, и так далее. Я могу прочитать еще одну лекцию о вещах, которые не доказала наука. Но иншааллах докажут. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ранее европейские ученые верили, что Земля является центром Солнечной системы и Вселенной. И все планеты, а также Луна и Солнце вращались вокруг Земли. Это называлось геоцентризмом. И в это верили со времен Плотомея, со II века до н.э. Вплоть до XVI века, пока не пришел Николай Коперник. В 1512 году он предложил гелеоцентрическую теорию движения планет. И он сказал, что Солнце является центром Солнечной системы. И все планеты, в том числе и Земля, вращаются вокруг Солнца. А затем немецкий ученый по имени Йоганн Кеплер в 1609 году он написал в своей книге под названием «Новая астрономия», что планеты и Земля не только вращаются вокруг Солнца, но также вращаются вокруг своей оси. И когда я учился в школе, я закончил мою школу в 1982 году, около 25 лет назад. Я много читал о том, что планеты и Земля вращаются вокруг Солнца. И кроме этого, планеты и Земля также вращаются вокруг своей оси. И вся Солнечная система, в том числе и Солнце, вращается в галактике. Но Солнце не вращается вокруг своей оси. В этом контексте Солнце было неподвижным. Но когда я прочитал аят Корана, 21-я сура Амбия, 33-й аят, там сказано «Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну, все плывут по своим орбитам». Так что Коран говорит, что Солнце и Луна, кроме того, что они вращаются, они также вращаются вокруг своей оси. Арабское слово, использованное здесь, это «йасбахун», и оно происходит от арабского слова «сабаха», которое описывает движение уже движущегося тела. Если я использую это арабское слово вращается вокруг чего-то, так же оно вращается вокруг своей оси. Так что Коран говорит, что Солнце и Луна, помимо вращения, они вращаются вокруг своей оси. И сегодня наука обнаружила, что даже Солнце вращается. Мы не можем смотреть над Солнцем напрямую, потому что можем ослепнуть. Но если у вас есть определенное оборудование, и есть макет Солнца на столе, мы обнаружим, что есть определенные пятна на Солнце. И занимает около 25 дней на то, чтобы эти пятна завершили одно вращение. И это указывает на то, что Солнце совершает одно вращение вокруг своей оси примерно за 25 дней. Представьте, когда я был в школе, меня учили, что Солнце не вращается вокруг своей оси. А Коран упомянул 14 столетий назад, что она вращается. И сейчас, аль-хамду лилля, большинство школ учат, что Солнце также вращается. И также, мы читаем в Коране в 36-й суре Ясин в 40-й суре Яте. Солнцу не надлежит догонять Луну. И ночь не опережает день. Каждый плывет по своей орбите. Теперь ученые говорят, что орбиты Солнца и Луны разные. Так что нет вероятности, что Солнце и Луна столкнутся. Это то, что говорит Коран. И сегодня ученые говорят нам, что Солнце движется во Вселенной к определенному направлению, которое называют Солнечная вершина. В созвездии Геркулеса, который называется Альфа-Лира на скорости 12 миль в секунду. И сегодня ученые говорят нам, что Солнечный свет, который у нас есть сейчас, произошел из-за химической реакции миллиарды лет назад. И однажды эта химическая реакция прекратится, и свет Солнца прекратит свое существование. И так прекратится жизнь на этой земле. Но ученые говорят, что это возьмет еще несколько миллиардов лет. И Коран дает нам аналогичное сообщение в 36-й суре Ясин в 38-м аяте. Солнце плывет к своему местоприбытию. И арабское слово, которое использовано здесь, это мустахар. У него есть два значения. Либо это означает определенный период, или это означает определенное место. И сегодня наука говорит, что Солнце движется к определенному месту, известное как Солнечная вершина. И Солнце будет существовать в течение определенного периода времени. Поэтому обозначения мустахар, определенное место или определенный период, по мнению науки, идеальны. И представьте себе, Коран упомянул это 14 стих.